Всем привет! Я получила одну крутую штуку. Это фотоэпилятор. Нашла классный сайт, классный магазин Планта. И они предлагают очень за бюджетную стоимость. На коробке указано сразу, для кого подходит, для каких типов кожи. То есть сразу видим, что для темной кожи, темные волосы, когда у вас небольшой контраст между кожей и волоском, не подходит. Потому что фотоэпилятор распознает именно разницу оттенка между кожей и волосом. Волос у нас насыщен пигментом, он получается темный, кожа гораздо светлее. И вот на этом контрасте он работает, основан принцип. И также, если волоски очень светлые, либо седые, либо рыжие, кстати говоря, что тоже не важно, то там мало этого пигмента и фотоэпилятор тоже, к сожалению, не распознает и получается неэффективен. Для всех остальных подходит нормально. Я переживала, я вообще, у меня кожа смуглая, я думала, будет ли он на мне работать, потому что кожа темная и он распознает меня на третий, третий, четвертый уровень. То есть это по табличке контраста достаточно так ощутимо прижигает тепло. Посмотрим, что в коробочке. Итак, открываю. Ну, открыла-то я его уже давно, конечно. Сейчас просто покажу, что внутри. Внутри вот здесь вот зарядное устройство, сам фотоэпилятор и еще инструкция. Давайте покажу. Достаточно длинный провод, удобно подсоединять. И вот смотрите, какой он компактный, легкий, небольшой, очень аккуратный. И здесь просто разобраться, всего две кнопки. Одна кнопка включения и одна большая, которой включаем вспышку непосредственно. Вот само окошечко, которое непосредственно вспыхивает, сам фотоэпилятор вот это вот. А здесь вот чуть ниже этот датчик, который распознает именно у вас разницу между цветом кожи и цветом волоска. То есть он, если мы прислоняемся к коже, то есть он считывает и выставляет, на каком уровне вам делать фотоэпиляцию. Уровень вы можете этот редактировать. То есть, допустим, если он определил вашу кожу, что вам требуется высокий уровень и вам неприятно, да, вы чувствуете горячо, неприятные ощущения, вы можете вручную, чуть пониже себе сделать, снизить. Или наоборот, вам недостаточно кажется, вы можете чуть увеличить. Так, я включила. Вот синенькая кнопочка. Нагорается, я включаю. Вот с этой стороны вентилятор. Здесь закрывать ничем не нужно. Нужно, чтобы он остывал, остужался, потому что все-таки он нагревается. И сейчас я прислоню к руке, чтобы посмотреть, как он определит мой тип кожи. Вот здесь вот, видите, три огонька. Вот так вот, три лапочки. То есть, на троечку он определил разницу между волосками и цветом моей кожи. Для того, чтобы сделать вспышку, я нажимаю большую кнопку, и он вспыхивает. Дальше двигаю и продолжаю. Для того, чтобы увеличить мощность, нужно однократно вот на эту кнопочку нажать. И, видите, появляется больше огоньков, это значит, вспышка будет сильнее. Ну и, соответственно, с единички начинает. Дальше двойка, тройка. То есть, вы выставляете, как вам нужно. Если вам показалось слишком горячо, можно убавить для начала. Ну и, если честно, я так на тройке, на четверке делала. Как он не определял, так я и обстрелялась им. В комплекте нет очков. Здесь не входят очки, хотя зрение нужно беречь. И на вспышки на эти смотреть нежелательно. То есть, я заказала себе отдельно еще очки, которые будут защищать глаза. Ну, а пока у меня их нет, я просто не смотрю, отворачиваюсь. Можно солнцезащитное одеть хотя бы. То есть, здесь в комплекте этого нет. Фотоэпилятор недорогой, поэтому очки покупайте самостоятельно. Нужно позаботиться все-таки о зрении свое. Не подходит этот фотоэпилятор для таких частей тела, где вы потом соберетесь отращивать волосы. Например, мужчинам усы проэпилировать или брови. То есть, вы можете лишиться волос насовсем и рискуете остаться без волосяного покрова. Там, где вам это интересно и может потом захотеться. Также не подходит фотоэпилятор для таких частей тела. Где контраст между волосками возможными и цветом кожи небольшой. Например, вот если мы делаем верхнюю губу, на лице вообще можно делать фотоэпиляцию, но не выше уровня вот до глаз. То есть, усики можно женщинам удалить спокойно. Но при этом губы нужно будет втянуть, потому что губы у нас имеют более темный пигмент. И чтобы не обжечь себе вот кайму губ, нужно их вот так вот и уже потом эпилироваться. На ногах спокойно можно использовать подмышечные, впадины, руки, линии бикини. И это все, пожалуйста. В чем же его преимущества? Преимущества такие, что, во-первых, салонная процедура не для всех подходит. Например, вот мне как-то не очень удобно идти. Ну, не люблю. Ну, есть люди, которые смущаются, стесняются. А тут вы дома можете самостоятельно проделать эту процедуру. Конечно, здесь не такая мощность, как вам предложат в салоне красоты. Но, тем не менее, мы же понимаем, домашнее использование, есть домашнее использование. И вы можете чаще это делать. То есть, раз в 10 дней или раз в 2 недели. Чем дальше, тем волосков становится меньше. И можно реже будет использовать фотоэпиляцию. Также фотоэпиляция позволяет уменьшить количество отрастающих волос. Но вряд ли совсем избавит. Ну, я не знаю, может быть, у кого-то совсем она избавляет. Я пока пользуюсь всего меньше месяца. Я, конечно, эффекта пока не ощутила. То есть, волоски становятся меньше, выпадают. Но не сказать, что вот они у меня тут с двух применений пропали. Волшебства такого нет. То есть, сейчас начинается осень, когда нет загара, когда кожа уже, так, загар сошел. Самое время заняться удалением волос. То есть, к весне я планирую минимизировать практически до отсутствия волосков. Также про противопоказания. Нельзя использовать с повреждениями кожи. То есть, если на коже есть какие-то болячки, какие-то синяки или еще что-то, варикоз, то использовать не нужно, потому что, опять же, оттенок кожи меняется. И он распознает. То есть, можно ожог сделать такой случайный. Поэтому не нужно использовать. И еще одна такая тонкость небольшая. При использовании фотоэпилятора вы должны, вы можете пользоваться только бритвой. Для чего? Если вы будете делать шугаринг или воск, когда волосок вырывается с корнем, он не найдет просто ваш фолликул, потому что вы с корнем удаляете волос. А когда у вас бритвый, то есть с поверхности, корень остается. И потом вы проходитесь, когда фотоэпилятором, то он распознает и волосок удаляется. На этом все. Надеюсь, вам мое видео было полезно. Поставьте лайк, напишите, чем вы пользуетесь для удаления нежелательных волосков. И подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И также присоединяйтесь к моей страничке в инстаграм.